Не зря космонавтами в основном становятся мужчины, потому что им это больше подходит. Они привыкли все на своем теле испытывать. И вот сейчас они полетят в этот космос, ты останешься здесь, увидишь эту ракету. Я хочу посмотреть, что с этой стартовой площадкой стало после того, как ракета взлетела. И он мне все время говорил следующее. А вы понимаете, вы понимаете, там что-то есть, высший разум какой-то. Поскольку я сама занималась ракетами, конечно, мне всегда было очень интересно, что происходит с теми, кто находится внутри этих ракет. Мы провожали космонавтов на станцию «Мир», когда я проводила Радас на Байконуре. Это тоже было очень яркое событие, потому что вот они сидят перед тобой уже в изоляции полной, ты уже немножко к ним подойти, все за стеклом. И вот сейчас они полетят в этот космос, ты останешься здесь, увидишь эту ракету. Я, конечно, сразу сказала, потом офицерам говорю, вы меня свозите на место старта, я хочу посмотреть, что с этой стартовой площадкой стало после того, как ракета взлетела. Когда мы на эту стартовую площадку приехали, там только немножко облупилась краска. А в принципе она сохранилась, потому что она была такая бетонная и очень прочная. Я поняла, что еще будут стартовать, и стартовать ракета оттуда. На Байконуре столько мне всего показывали. То есть как-то так в моей жизни складывается, что меня всегда в самые-самые такие тайны, закрытые, заповеданные зоны приводят, все показывают, все рассказывают. Но от этого, конечно, очень большой объем знаний, очень большой багаж впечатлений от тех людей, с которыми, может, и немного людей встречается. Но у меня были разные встречи с космонавтами. Начиная с того, что был такой космонавт, который очень хотел стать президентом, и он консультировался, стоит ему стать президентом, и нет, и Аксенов. И он мне все время говорил следующее. А вы понимаете, вы понимаете, там что-то есть, высший разум какой-то. Я говорю, да я это понимаю. Давайте мы дальше обсудим. Мы с ним дальше обсуждали, он потом опять, ну вы понимаете, там это есть. Я говорю, да, конечно, есть. Ваши разум существует, это все совершенно нормально. Или, допустим, в свое время я съездила в Монголию, и там как раз встретилась с космонавтом, который летал. Тогда брали еще на нашу станцию Мир, брали разных космонавтов, и они из разных дружественных республик, и они летали. Он там стал министром обороны. Я встречаюсь с ним как с министром обороны. Мне тоже было интересно, потому что одно дело, если у человека есть задание, там он инженер, допустим, он тогда будет центрироваться на приборах. Или этот человек биолог, он там что-то будет выращивать. То есть у него есть какая-то цель. А когда тебя взяли как туриста, я так и назвала бы этого космонавта-туристом, потому что у него не было никаких других задач. Я говорю, что вы там делали, как там? А мне, говорит, дали трафарет с большой медведицей. Я так прикладывала к иллюминатору и смотрела, и пыталась ее найти. Но я так посмеялась, он тоже посмеялся, но тем не менее, это уже был другой человек. Это другое существо. Это когда мы попадаем в очень резко отличные условия жизни, то мы очень сильно меняемся, и у нас расширяется спектр восприятия. Можно сказать, что все космонавты, которые прилетают оттуда, они уже уверены в наличии какого-то разума, который управляет всем происходящим. Когда они прилетают, у них этот период адаптации идет, как они ко всему прилетают, но они по-другому смотрят на жизнь. И мне очень нравится, что у них раздвигается этот спектр жизни. Когда же мне предложили слетать за атмосферу планеты, я так подумала и думаю, ну, наверное, есть другие методы, ведь есть другие методы общаться с другими планетами и так далее. Может, не стоит такую нагрузку на тело давать. Но, тем не менее, у каждого свой опыт. И мне кажется, что не зря космонавтами в основном становятся мужчины, потому что им это больше подходит. Они привыкли все на своем теле испытывать. Тогда как женский вариант немножко другой. Субтитры создавал DimaTorzok